Дорогие друзья, здравствуйте. Портал Preon.ru и главный редактор портала Филипп Березин. Начинаем серию вебинаров 2021 года, посвященных самым актуальным вопросам, связанным с покупкой, владением, заработком на зарубежной недвижимости. Сегодня наш первый в этом году вебинар, и я с удовольствием представляю нашего совмещенника, нашего постоянного эксперта, друга Александра Тонко, эксперт компании, руководитель компании Century 21 Словения, руководитель компании Future Real Estate, и сегодня мы будем говорить о рынке недвижимости Словении. Саша, добрый день. Добрый день, приветствую. Говорить мы будем в первую очередь о инвестиционной составляющей, потому что с компанией Александра, ну Century 21, понятно, работает с недвижимостью и жилой, и коммерческой, а вот девелоперские проекты Александра, они в первую очередь связаны с коммерческой недвижимостью, и, соответственно, как можно зарабатывать, вопросы доходности, на чем, к чему пришел славянский рынок вот буквально за последние 12 месяцев. Об этом, естественно, и поговорим. Традиционно у нас работает чат, вы можете задавать по ходу вопросы, на большую часть, думаю, мы сможем ответить в рамках сегодняшнего вебинара, на те, на которые не ответим, расскажем в рамках нашего материала, который будет опубликован завтра или послезавтра на портале при Андру. Также прямая трансляция наша идет в Фейсбуке, вы можете задавать в Фейсбуке наши вопросы, мне их будут пересылать по ходу, и мы, соответственно, будем на них отвечать. Ну что ж, Александр, локдаун, с одной стороны, продолжается, с другой стороны, все данные говорят о том, что рынок недвижимости как таковой не встал, он просто несколько трансформировался. Давай в двух словах об этом, к чему пришли, что фиксируем, какие тенденции стали определяющими в последние месяцы. Да, Филипп, спасибо. Касаемо ситуации в Словении, могу сказать так, что по сравнению с первым локдауном, который был в Словении, начиная с месяца марта, конечно, изначально все были очень сильно напуганы. Естественно, очень многие виды деятельности были просто-напросто парализованы, но это было не только в Словении, то есть это было во всем мире, во всей Европе. По сравнению с этим, в период второго локдауна, конечно, сейчас очень многие виды деятельности работают, даже несмотря на какие-то определенные закрытия, открытия определенных сегментов бизнеса. То есть самое главное, что банка, своя система работает исправно, то есть банки выдают кредиты, арендаторы ищут новые точки, новые локации, то есть в этом плане я бы сказал так, что локдаун каким-то сильным образом не оставляет отпечатка на текущей деятельности. То же самое связано с сферой недвижимости, опять же я имею в виду сферу самой недвижимости, то есть я сейчас не говорю про другие сферы бизнеса, то есть я имею в виду сейчас именно сферу недвижимости, потому что многие люди понимают, что если у тебя определенный остаток финансовый на счету, то лучше куда-то его проинвестировать, вложить. Одним из также достаточно сильных показателей является то, что банки постепенно начали вводить отрицательные ставки на депозиты и на остатки на счетах. Они же давно это делают? В Европе давно или в Словении не очень? В Европе эта практика уже достаточно давно введена, но это введена в основном в таких странах, как Германия, Австрия, Швейцария и прочие такие достаточно флагманские страны, но сейчас Словения, которую тоже видим, тебя уже потихонечку тоже считает маленькой Швейцарией, естественно, тоже считает и начинает так же поступать, с тем, что, конечно, таким самым образом они достаточно сильно стимулировали спрос на внутреннем рынке, потому что люди понимают, что лучше заработать те же самых 5% недвижимости, чем потерять полпроцента, чтобы деньги лежали просто на счету. Так что на сегодняшний момент, так же, что, как говорится, не странно, многие банки начали снижать ставки на банковское финансирование тем самым образом, то есть это очень важный аспект для сферы недвижимости, что банки продолжают финансировать, и это является таким достаточно хорошим мотиватором для потенциальных вложений, потому что, а, недвижимость все равно достаточно стабильная, и несмотря на 20-й год, который был достаточно сложным для всего мира, прослеживается тенденция роста цен на недвижимость, может быть, само количество сделок на рынке не выросло, но выросло так называемое качество по самим сделкам. Вот если мы давай поговорим отдельно о сегменте коммерческой недвижимости, мы и жилой коснемся, но, опять же, о жилой мы поговорим с точки зрения инвестиций, а не просто там купить для себя. Вот все-таки вопрос спроса и предложения. В 2020 году первый локдаун, второй локдаун, ушли ли какие-то продавцы с рынка, появилось ли большее количество покупателей, и вот этот баланс, он в сторону кого сейчас сместился? Да, на сегодняшний момент, конечно, с одной стороны, количество объектов на рынке немножко уменьшилось, потому что многие люди просто-напросто начали считать и начали думать, хорошо, если я продам объект недвижимости, куда я буду вкладывать деньги, потому что это такой достаточно важный аспект, я считаю, особенно если мы ведем речь о недвижимости, которая имеет долгосрочных арендаторов, а если особенно еще говорить о том, что если этот арендатор не закрывается на период ковида, то, естественно, такие объекты стали достаточно лакомыми кусочками, и, естественно, спрос именно на определенный сегмент недвижимости коммерческой, он достаточно сильно возрос. Покупают те, кто, ну, в общем, все понимают, то есть, ну, все равно приехать нельзя, количество осмотров, явное дело, сохранилось, сократилось, но, видишь, коммерческая недвижимость, это же не то, что желает, да, ты посмотрел, там, где тебе важно посмотреть, там, вид из окна или что-то другое, тут мы в основном оперируем цифрами, так вот, заметил ли ты, что вот удаленная вся эта история, она в ту или в другую сторону повлияла, там, позитив или в негатив? Да, смотрите, на самом деле, на сегодняшний момент те клиенты, с которыми мы уже работаем, которые уже приинвестировали деньги в Словению, то есть, они уже понимают, что это за страна, они, как говорится, уже приехали, увидели, поняли, что это не типичная балканская страна с низким уровнем жизни, то есть, все равно Словения по именно уровню заработков, по уровню обеспеченности населения сегодня находится, ну, не сказать, может быть, что в самом верху топа европейских стран, но вот как раз я независимо изучал аналитику, что все-таки Словения не так сильно отстает именно от Австрии, касаемо именно финансовой обеспеченности людей, поэтому на сегодняшний момент я могу сказать так, что вкладывают, конечно, возрос именно процент людей, которые вкладывают на местном рынке именно местное население, а также достаточно много вкладывают люди, которые уже что-то приобрели в Словении, уже имеют готовую инфраструктуру в плане, скажем так, компанию, уже имеют отлаженные механизмы работы, и, конечно, такие клиенты также покупают недвижимость дистанционно, да, то есть это является большим плюсом. Понятно, что сейчас есть определенные ограничения в плане въезда в страну, хотя вот у меня сегодня был банальный пример, что у нас один клиент по теоретической визе с приглашением от нашей компании прилетел в Словению из Москвы, в принципе, да, задали несколько вопросов, а к какой цели вы приезжаете? Приморейс был? Он прилетел через Турцию, то есть можно прилететь прямым рейсом в Вену, но Австрия спокойно впускает в Словению, то есть главное это иметь, а, тест на ковид, причем изначально они ввели ограничение, что тест на ковид должен быть европейским, сейчас они отменили это правило, то есть сегодня с обычным ПЦР-тестом из России, то есть есть определенное количество структур, которые одобрены со стороны Европейского комитета по здравоохранению, и имея на руках ковидный тест, и имея на руках приглашение от компании, можно также приехать по туристической визе, естественно, с конкретной целью, то есть те же самые отели, да, сегодня у нас есть локдаун, то есть именно как туризм в этом плане ограничен, но те же самые отели, если ты приезжаешь с бизнес-целью, отели работают, ты можешь передвигаться по стране, то есть именно, может быть, это и научило Европу весь мир, что, с одной стороны, в первом локдауне было закрыто все, сейчас все, что связано с бизнесом, оно открыто, то есть включая то, что ты, например, можешь поехать на автомойку, можешь пойти в магазин, если у тебя есть бизнес-задача, например, да, то есть если именно как бизнес-бизнес все работает, конечно, бизнес-то кастомер в этом плане немножко чуть-чуть ограничили, да, то есть пока действует локдаун, но мы надеемся, что так как в Словении очень многое копирует у Астрии, и это достаточно правильный подход, то мы надеемся, что к концу января локдаун все-таки будет снят, и вот, ну, повторится сценарий прошлого года, что январь-февраль, конечно, чуть-чуть все начнут в феврале понемножку открывать, ну, и там к марту, к апрелю мы вернемся уже к более-менее нормальному уровню жизни. Может быть, еще здесь один такой момент, достаточно большой плюс, Словения сегодня по скорости вакцинации населения опережает Германию, то есть Словения успела пролобировать достаточно неплохие объемы по поставке вакцины, сейчас поставляются вакцины из двух компаний, это Модерн, это Файзер, и сейчас же планируется также еще третья вакцина, которая должна быть буквально до конца января тоже одобрена со стороны Европейского комитета, и Словения планирует, что к месяцу апрелю-маю они уже провакцинируют 300 тысяч человек, то есть при населении в 2 миллиона 300 тысяч – это достаточно неплохие показатели, учитывая также то, что к этому моменту переболеет еще полмиллиона населения, то в принципе мы, я думаю, к лету выйдем уже на положительные цифры. Оптимистично, оптимистично, полмиллиона переболеет, это да, это сложно. На самом деле уже на сегодняшний момент уже порядка 250 тысяч человек переболело, то есть Словения, то есть достаточно большой объем, но может быть вот то, что я могу сравнить с Россией, то, что я вот вижу там по моим знакомым, то есть что в Словении все-таки болезнь не притекает в такой тяжелой форме, то есть очень мало людей, которые нуждаются в госпитализации, очень маленькое количество людей нуждается в антибиотиках, то есть все равно население там до 50 лет, оно болеет достаточно нормально в этом плане. Конечно, высокая смертность в домах для престарелых, высокая смертность населения в возрасте там от 70-80 лет, все-таки нельзя забывать, что 4000 человек в Словении – это пенсионеры в возрасте от 65 лет и выше, то есть в Словении достаточно много возрастного населения, и это является на сегодняшний момент самым большим ограничением, потому что, ну, локдаун действует именно из-за того, что там есть смертность там 20 человек в день, скажем так, да, но я вот смотрел статистику, средний возраст – это 75 лет, и 95% которых людей умирают – это люди, которые имеют хронические заболевания, то есть это диабет, это раковые заболевания, то есть это люди уже в таких тяжелых формах заболевания, где и обычный грипп, скажем так, тоже мог бы привести к литарному заболеванию. Окей, ну, давай перейдем все-таки к такой медицинской теме к нашей инвестиционной, давай поговорим тогда о конкретных направлениях и начнем, ну, мы подготовили несколько слайдов и несколько примеров, давай поговорим о разных направлениях коммерческой недвижимости, на чем можно зарабатывать и как те или иные сегменты с коронавирусом справляются. И первый, давай начнем, ну, скажем, предприятие общественного питания. Вы начали, допустим, ресторанный бизнес, как он работал, как он работает, и больше предложений стало меньше, и какие здесь тенденции являются превалирующими? Да, ну, скажем так, ресторанный бизнес изначально являлся такой достаточно интересным сегментом инвестирования, хотя иногда не было понятной логики, почему все-таки люди хотят инвестировать в этот сегмент бизнеса, но все равно достаточно большой процент людей, которые инвестируют, все-таки ищут именно помещение такого назначения. Конечно, если говорить о цифрах, то определенный процент в данном сегменте недвижимости, конечно, слегка пострадал, потому что, исходя из периода первого локдауна, конечно, было закрыто все, были закрыты кафе, были закрыты рестораны, но сейчас уже мы видим, что многие компании адаптировали свои бизнес-процессы, и на сегодняшний момент очень активно развиваются службы по доставке еды, которых раньше в Словении было не так-то уж и много, поэтому я бы сказал так, что многие рестораны сейчас работают, они изменили модель своей работы, и все равно понятно, что этот сегмент бизнеса, он работает, работает еда на вынос, работает кофе на вынос, то есть ты можешь прийти, ты можешь забрать, ты можешь отправить тут через службы доставки, и мы видим, что на сегодняшний момент эта сфера бизнеса, она адаптировалась, и все равно вот у нас есть несколько интересных локаций, где договора на аренду были подписаны в период действия ковида, да, то есть поэтому... Давай просто я тогда сразу уточню, чтобы было понимание, значит, ты же можешь купить помещение под ресторан, начать свой бизнес, ты можешь перекупить уже действующий, ты можешь купить просто помещение, в котором есть арендатор, о какой схеме мы сейчас говорим, как наиболее перспективной, что ты имеешь в виду? Мы ведем речь именно о помещениях, которые уже сданы в аренду, и где уже имеются стабильные арендные поступления, то есть, конечно, если сегодняшний день хочет приехать человек, который хочет открыть свой ресторан, заниматься бизнесом, это также возможно, но так как мы все-таки работаем больше в сфере инвестиционной недвижимости, то на сегодняшний момент есть интересные локации именно со стабильными арендаторами в этой сфере, и по хорошему счету, опять же, здесь может быть такая специфика, что мы рекомендуем нашим клиентам, конечно, мы ведем речь о именно инвестициях в более крупных городах, потому что именно недвижимость в крупных городах, она имеет большую востребованность в плане доставки, потому что хотим мы, не хотим мы, но все равно офисы работают, люди все равно живут в городе, да, то есть, естественно, потребность в этом есть, да, то есть, прямая. Поэтому... То есть, выживаемость потенциальных арендаторов все-таки в крупных городах, она существенно выше, и речь может идти о подборе, ну, какого-то помещения, в котором функционирует более-менее стабильный покупатель. Да, потому что вот один из объектов, который мы в дальнейшем посмотрим, вы конкретные предложения посмотрим его. Вот одно помещение, то есть, речь идет о помещении на первом этаже, сейчас идет ремонт под конкретного арендатора, договор аренды был подписан в конце 20-го года, и в месяце феврале-начале марта планируется, что данное помещение будет полностью запущено. То есть, подписан долгосрочный договор аренды на это помещение, делается ремонт под арендаторы, также арендатор самостоятельно вкладывает средства в это помещение, и по итогу мы выходим на окупаемость в пределах 5-6%. Скажи, пожалуйста, а вообще вот, когда мы говорим, например, о контрактах долгосрочных, связанных с торговой недвижимостью, это там 10 лет, 15 лет, ну, хороший результат. Когда мы говорим о ресторанной специфике, все-таки, ну, когда приезжает кто-то новый, это все-таки очень важный момент, угадать, не угадать, там, будут покупать, не будут, и в конце концов сам бизнес, ну, как бы вкусно кормит невкусно, тут же успех арендатора зависит еще и от этого. Какие здесь, ну, существуют способы некой проверки и так далее? Смотрите, в любом случае по каждому помещению, о котором мы ведем речь, естественно, мы всегда проверяем само качество арендатора. То есть на сегодняшний момент активное расширение бизнеса ведут в основном сетевые компании. То есть мы не ведем речь о маленьких предприятиях, мы не ведем речь о небольших каких-то ИП-компаниях, которые на сегодняшний момент решили открыть этот бизнес, потому что однозначно это рискованно. То есть мы ведем речь на сегодняшний момент о сетевых, скажем так, не магазинах, а сетевых рестораторах, да, то есть которые все равно понимают, что единственный путь к выживанию – это открытие новых точек, да, То есть такую тенденцию мы прослеживаем и в ресторанном бизнесе, и в бизнесе торговом. Поэтому здесь, опять же, по каждому договору аренды мы предоставляем всегда аналитику по компании, кто является арендатором. Единственный, конечно, может быть нюанс, который мы здесь замечаем, это, конечно, тяжело прогнозировать очень долгосрочные договора аренды, потому что специфика именно самого ресторанного бизнеса, она такова, что изначально договор первые 2-3 года расстроить невозможно. Далее, естественно, там договор имеет срок отказа где-то 12 месяцев. Но что очень важно в этом случае, многие риски здесь именно застрахованы тем, что арендатор достаточно большую сумму денег вкладывает в отделку самого помещения. То есть по итогу, например, в данном конкретном случае, в чем очень большой плюс этого помещения, что собственник, текущее это помещение, доводит до так называемой четвертой строительной фазы. То есть он делает отопление, охлаждение, делает стяжку на полу, проводит основную базовую электрику во помещении, но финальную отделку делает сам арендатор. И эта сумма отделки, она, ну, конкретно в данном случае составляет порядка 50 тысяч евро. То есть и потенциальный покупатель понимает, что, с одной стороны, риск того, что арендатор будет отсюда быстро седет, он ниже, потому что именно арендатор достаточно большую сумму денег вкладывает в отделку этого помещения. И, естественно, вот я могу даже привести статистику по тем помещениям, которым у нас уже наши клиенты владеют с ресторанами, с кафе. Естественно, очень маленький процент таких компаний уходит, потому что они понимают, что вложив 50-100 тысяч евро в отделку, в оборудование и прочие вещи, конечно же, ну, он завтра съезжать в помещение не будет. Да, необходимо дисконтировать аренду, потому что, ну, это такая, скажем так, политика работы по всем торговым помещениям и коммерческим, и пожилым, да, но все равно именно большой флюктуации арендаторов в этой сфере я не заметил. А вот скажи мне, вот это помещение, все-таки, ну, изначально оно было запланировано под кафе или, по большому счету, здесь можно было устроить там банк, магазин, все что угодно? То есть все-таки, ну, тут нет какой-то особой специфики требований именно там к проходимости? Поясню. Мы в основном все объекты, которые предлагаем, мы предлагаем в достаточно новых объектах, и всегда, когда планируется архитектором новый торговый проект, то есть если мы видим, это достаточно новое здание, то есть внизу весь нижний ряд – это торговые помещения, и, конечно, специфика какая, что всегда архитектор закладывает одно из таких помещений под деятельность кафе, ресторанов, баров, потому что здесь, в данном случае, также вот там, где растут деревья, это тоже терраса от помещения, да, то есть поэтому уже изначально, когда архитектор делает план самого здания, он одно из этих помещений, то есть, например, там, при наличии вот там в конкретном случае, это шесть торговых помещений, и изначально архитектор предполагает, что одно помещение будет под кафе, одно помещение будет под банк, но самый большой плюс именно таких новых зданий, что помещения сдаются в бетонке, то есть без отделки, без всего, и на сегодняшний момент такая есть специфика, что если помещение изначально не было запланировано как под кафе, переделать его под кафе будет тяжело, потому что нет системы вентиляции нужной для кафе, для мощностей, нет террасы где, потому что все-таки славянцы любят сидеть на террасе, потому что, ну, специфика такая, что погода достаточно хорошая в Словении, и люди все-таки, ну, без этого ни одно кафе не выживают. А помещение под кафе ты можешь использовать по другое назначение, то есть, грубо говоря, из кафе ты можешь сделать магазин либо банк, а наоборот этого сделать будете уже, ну, практически не он. И тогда вот ты и твоя компания в данном проекте выступает как кто? Вы выкупили это помещение, нашли арендатора и сейчас его продаете, или вы выступаете просто как агентство? Филипп, мы, скажем так, из тех объектов, которые мы предлагаем, скажем так, 50% объектов, которые предлагаем, это объекты, которые владеет наш фонд, то есть у нас есть несколько подразделений нашей компании, то есть одно подразделение – это сеть агентства по недвижимости Century 21, да, то есть это американская франшиза, в которой мы работаем, и мы выступаем как классическое агентство по недвижимости. У нас есть второе направление, это, так скажем так, инвестиционное направление, где мы самостоятельно скупаем, естественно, участвуем не только мы, участвует еще ряд инвесторов, где мы выкупаем ряд активов от застройщиков напрямую, то есть, естественно, вот приведу один такой банальный пример, когда, например, застройщик продает первый этаж, он не продает только одно помещение, он продает эти помещения в пакете, и, естественно, чтобы сделать такие инвестиции более доступны для людей, мы выкупаем целый пакет, мы создаем концепцию этих помещений, И мы, естественно, потом в дальнейшем их распродаем. Ну и, конечно, третье направление – это управление, потому что, когда человек инвестирует в стране, в которую он еще не совсем знает всех правил и так далее, естественно, мы помогаем с дальнейшим коммерческим управлением, исходя из потребностей клиента. Ну, смотри, в конкретном случае, ну, ресторан, понятно, он работать будет сам и никакого… То есть у него просто есть арендатор и никакого управления этим рестораном инвестор, естественно, оказывать не должен. Все, что он делает, он просто предоставляет это помещение. Филипп, я имею в виду коммерческое управление, то есть речь не идет о том, что мы являемся оператором, который помогает заниматься ресторанным бизнесом, то есть мы предоставляем услуги по коммерческому управлению в разных сферах, начиная от жилой недвижимости, заканчивая торговой, ресторанной и прочей недвижимости. То есть мы предоставляем услугу именно это помощь при общении с арендатором, помощь при общении с технической управляющей компанией, помощь при общении с банками, если клиент имеет банковское финансирование, помощь при общении с бухгалтерским сервисом, с которым у него есть контракт. То есть это так называемое коммерческое управление, и в зависимости от требований собственника мы можем предлагать эту услугу в разном диапазоне цен, потому что, ну, приведу тоже, может быть, такой банальный пример, когда, например, собственник хочет, чтобы делалась чуть ли не еженедельная фотофиксация объекта, чтобы ежемесячно мы проверяли состояние арендатора, выставили ли все счета и так далее, и так далее. Хотя, по хорошему счету, мы не ведем речь о каком-то огромном объеме работы, больше, конечно, услуга коммерческого управления, она нужна для больших торговых центров, потому что мы работаем не только с маленькими инвесторами, мы работаем также с инвесторами, которые покупают целые торговые центры, целые комплексы. И здесь, конечно, эта услуга весьма востребована именно из-за того, что когда у тебя в объекте 30, 40, 50 арендаторов, тебе нужен человек на месте, который будет в процессе, если какой-то из арендаторов дал отказ найти нового арендатора, или даже у нас бывают случаи, когда, например, объект уже наполнен, и через 2-3 года появляется новый арендатор, который хочет сесть в торговый центр. Мы проводим переговоры по замене арендатора, то есть помогаем при каком-то инвестиционном содержании в недвижимости, поэтому, конечно, эту услугу мы как опцию предлагаем, но именно потребности, что вы обязаны взять эту услугу, конечно, у нас нет. Окей, ну, я тогда просто в завершении этой части, если есть какие-то вопросы конкретно по ресторанному бизнесу, по конкретному проекту, пожалуйста, спешите в чате, безусловно, по ходу дела ответим. Итак, значит, ресторанная история, есть некая проверка, ну, вот вами, того, той компании, которая является арендатором, что эта компания просто будет, как бы, более-менее надежно, более-менее вкусно кормить и так далее. Вопрос просто в том, что все равно риски в этом сегменте, они несколько выше, чем в торговой недвижимости, там, или в жилой. Да, да, но здесь надо понимать, а также, может быть, небольшое отличие, это, конечно, то, что именно ресторанный бизнес и кафе мы предлагаем в основном в крупных городах. Конечно, в крупных городах найти другой сегмент инвестирования намного тяжелее, потому что, если мы ведем речь о тех же самых магазинах, о которых мы будем вести речь дальше с тобой, да, то, конечно, найти хороший магазин на топовой локации в самой Любляне будет намного тяжелее, чем найти помещение, скажем так, под кафе, да, то есть, поэтому здесь, с одной стороны, понимаем, что, да, у нас риски чуть выше из-за того, что все-таки это сегмент бизнеса, который более подвержен, ну, каким-то рискам потенциальным. С другой стороны, у вас есть ликвидная локация, то есть, это все равно крупный город, и ликвидность самой недвижимости в крупных городах, ну, понятно, что она выше, да, то есть, хотим и не хотим. Если мы ведем речь там о Любляне, о Вене, о Москве, всегда ликвидность самой недвижимости, она выше, чем в регионах, да, то есть, и также сама по себе индексация недвижимости тоже, она выше, то есть, естественно, недвижимость в крупных городах, она растет быстрее, нежели в регионах, да, то есть, даже так, некий такой баланс, То есть, а, с одной стороны, у тебя окупаемость, точнее, окупаемость у тебя похожая, но у тебя выше риски, но, с другой стороны, выше потенциальный заработок в этой сфере. Поэтому здесь, скажем так, все находится в таком балансе. Да, то есть... Это был свой весьма несимпатичный локдаун, и отели просто, ну, руководители отелей просто стонали, говоря о том, что там на 80, на 90% упал туристический поток, а для Питера, понятно, для питерских отелей такая история весьма и весьма болезненная. К чему это привело в Словении, которая тоже вроде как от туризма зависит от того, что ничуть не меньше, чем крупные города и страны соседей? Да, на самом деле порядка 12,5% ВВП Словении – это туризм, да, то есть, если мы считаем совместно с ресторанным бизнесом, то это где-то порядка 20%. Конечно, этот сегмент бизнеса изначально в первый локдаун он-то страдал, но с другой стороны, то есть, конечно, он достаточно неплохо отыгрался за счет того, что правительство понимает, что этот сегмент бизнеса, он является одним из основополагающих для ВВП страны, потому что все-таки Словения – это туризмическая страна. Очень много есть и горнолыжных курортов, это для зимнего вида отдыха, это морское побережье, это озера, это термальные источники, да, то есть та же самая рогашка слатина, которая на весь мир известна как бальниологический курорт. Поэтому, конечно, изначально мой прогноз был таков, что этот сегмент бизнеса больше всего пострадает, и с одной стороны, его будут больше всего поддерживать, с другой же стороны, конечно, он больше всего просядет в плане потенциальных инвестиций, да, то есть, что, ну, многие компании просто не выживут. И какой здесь, я скажу так, какой логики мы сейчас придерживаемся? То есть, на летний период времени славенское правительство вело, сделал очень правильное решение, вело туристические боны. То есть, по сути дела, каждый гражданин страны, а также человек, который имеет вид на жительство, либо постоянное место жительства, получил бон на 200-250 евро на проживание внутри Словении. Поэтому, таким самым образом, конечно, с одной стороны, не приехало огромное количество туристов из других стран, с другой стороны, то есть, все равно, то есть, Словении посещали тоже гости из Соединенных Штатов Америки, из Англии, из России, из бывшего постсоветского пространства. С другой стороны, возрос туристический поток из ближайших стран все-таки, это Балканы, это Австрия. И таким самым образом, то есть, та просадка, которая была за счет двух месяцев первого локдауна, она практически отыгралась за последующий летний период, который был достаточно неплохо стимулирован со стороны правительства Словении. То есть, я могу сказать так, что практически все туристические свободные мощности были заняты на летний период времени, потому что также люди перестали путешествовать. То есть, именно за счет стимуляции самого внутреннего спроса на рынке. Я предполагаю, что правительство сейчас продлило эту программу по бонификации населения, то есть, поэтому на этот год тоже будут выданы туристические боны. И таким самым образом, я думаю, что именно отельный бизнес они неплохо поддержали. Но сфера, куда стоит вкладывать в случае отельного бизнеса, то есть, перейду в более конкретике, да, это, конечно, отели в некрупных населенных пунктах. То есть, если мы ведем речь именно о бизнес-отелях, да, то есть, которые строились в городах крупных, то есть, та же самая Любляна имела колоссальный рост увеличения количества отелей. То есть, у нас сейчас до сих пор еще строится, заканчивается новый пятизвездочный отель. Ввели в эксплуатацию новый отель Интерконтиненталь, это огромнейший пятизвездочный небоскреб. То есть, именно изначально, если была логика такая, что все, кто вкладывал в отельный бизнес, вкладывали в бизнес в крупных городах, то сейчас именно инвестиции пошли в регионы, в туристические зоны. То есть, там, где ты можешь развивать глэмбинг-туризм, там, где ты можешь развивать какой-то эко-туризм, да, то есть, именно там, где есть больше природы, там, где есть больше свободы. То есть, и этот сегмент бизнеса сейчас начал не очень неплохо развивать. Смотри, но вот Словения, само себе, страна небольшая, Любляна, понятно, Любляна – это бизнес-туризм. Но вот есть, например, Рогашка-Слатина, есть Блетт, есть небольшие города, там, Порторош, Копер, на побережье. Когда ты говоришь о отелях в небольших городах, ты имеешь в виду, вот, все-таки известные, но маленькие, или вообще нифига не известные какие-то там? Именно в нынешний момент я не веду, то есть, скажем так, такой бизнес-отельный, отель под бизнес развивался изначально в Любляне, в Мариборе, в Целье, таких Копер. То есть, это именно отели, которые строились с целью бизнеса. То есть, там, где находилось большое количество международных компаний, там, куда люди приезжали по каким-то бизнес-путешествиям своим. То есть, естественно, вот этот бизнес, он немножко встал с одной стороны, с другой стороны, начал развиваться именно более сильными темпами. То есть, тот же, например, Озеро Блэд. Если изначально все рассматривали черту самого города, то есть, как инвестицию, то сейчас также люди очень активно начинают вкладывать и в ближайшие города от Озера Блэд. То есть, какие-то большие глэмпинг-отели. И также начали развиваться и такие небольшие города, где, с одной стороны, вроде как есть туристические достопримечательности, да, то есть, но с другой стороны, цена сама по себе ниже. То есть, здесь, может быть, Филипп, еще такой небольшой комментарий. Это то, что в этом году активно начинается европейская программа по софинансированию так называемых невозвратных средств. То есть, изначальная программа, которая была принята в 2010 году, то есть, она предразумевала достаточно большие вложения, то есть, в сферу отельного бизнеса, где ты получаешь невозвратные европейские средства, это можно было получать до 75%, с целью того, что ты в ближайшие 3-4 года не имеешь права невежимость продавать, но тебе Евросоюз дает невозвратные средства на развитие отельного бизнеса. И сейчас, как раз вот, когда было заседание Евросоюза, словенцам также подтвердили достаточно большую сумму невозвратных средств, именно для того, чтобы те отели, которые выжили в период пандемии, получили дополнительное финансирование, дополнительные возможности по расширению, по увеличению отельного бизнеса. И я думаю, что вот именно вот этот сегмент, да, то есть, сегодня будет весьма востребован. Для меня, как для инвесторов, понимаешь, ну, давай так, вот мы сейчас сидим перед экраном компьютера, где я и где Евросоюз со своими решениями. Ну, вот есть какие-то отели, есть какие-то предложения, да, условно говоря, там есть бизнес-отель в Мариборе, есть какой-нибудь маленький деревенский отель, там, в трех километрах от Рогашки Слатины. Что мне с того, что Евросоюз что-то решил? То есть, через вас я могу каким-то образом расширять свой бизнес в этом направлении? И в данном случае, соответственно, мы уже говорим об активном управлении, об активном участии в проекте. Да, смотри, здесь именно, когда мы ведем речь об отельном бизнесе, зачастую люди, которые инвестируют деньги в отельный бизнес, это либо, а, это одна структура инвесторов, которые уже этим бизнесом активно занимаются, которые уже имеют отлаженный механизм работы. Мы имели опыт продажи нескольких крупных отелей, и, конечно, покупку отельного бизнеса сегодня, ну, скажем так, входит только люди, именно вот крупные отели, про которые я говорю и веду речь, это люди, которые уже имеют опыт работы в этой сфере. То есть, скажем так, если ты начинающий инвестор, то, конечно, ты лучше всего вложишь деньги в покупку каких-то апартаментов туристических и будешь получать так называемый пассивный доход. Вот у нас тоже в том числе есть один интересный комплекс, который у нас есть на слайдах, это комплекс называется Гольте, да, то есть это речь идет о горнолыжном курорте, и вы можете купить, вот, да, как раз эта картинка, то есть вы можете купить апартаменты, вот, у нас как раз один из таких примерных апартаментов, 53 квадратных метра, и если человек хочет проинвестировать в сферу туризма, но он не хочет сам заниматься операционным управлением, он может купить апартаменты. Речь идет о горнолыжном курорте, то есть есть действующий отель, и по соседству с отелем построены апартаменты именно с целью продажи, и вы, а, можете пользоваться этими апартаментами самостоятельно, когда приедете, и, б, в период, когда вы ими не пользуетесь, вы их отдаете в управление отелю, и отель тем образом их наполняет, он заинтересован, потому что у него есть дополнительные мощности, а где он может разместить своих гостей, вы же получаете пассивный доход. Мы вот сделали расчет ориентировочный, то есть в случае хорошей наполняемости отеля мы можем вести речь о окупаемости порядка 7%. Конечно, эта сфера, она чуть более может быть рискованная, чем просто сдача квартиры в аренду, но за счет этого у нас и окупаемость выше, да, то есть если ты инвестируешь просто в квартиру, то ты получаешь 5%, если ты инвестируешь в апартаменты, то ты получаешь 7%, но здесь есть риск того, что если год будет плохой по наполняемости, то у тебя окупаемость может упасть и ниже 5%, если же, например, грубо говоря, сезон очень хороший, очень успешный, у тебя окупаемость может вырасти до 9-10%. Вот 7% это именно такое среднестатистическое... Хорошо, давай тогда все-таки уточню. Во всех странах, об этом мы очень активно говорили на наших вебинарах с коллегами твоими, например, рассматривали рынок недвижимости в Испании. Вот ты покупаешь квартиру, которую в течение 5 лет успешно сдавали для отдыхающих, которые там под Барселоной или неважно, в Аликанте, в провинции. Люди приезжали, летом жили. Как сейчас, какие перспективы, как прошел вот этот год именно в Словении? Судя по твоим словам, ну вот горнолыжная история еще просто не затронута была, потому что не было еще одновременно и пандемии, и горнолыжного сезона. Но вот ездить на тот же Блэд, ну, по крайней мере, в рамках страны можно было, и люди ездили, и иностранцы приезжали. То есть этот рынок с точки зрения арендатора и собственника не встал. Нет, этот сегмент бизнеса, он работал нормально. То есть если мы ведем речь о... То есть мы даже не забывать о том, что отели, которые изначально заточены под горнолыжный отдых, также летом достаточно востребованы именно за счет того, что словенцы очень любят, и даже европейцы очень любят пеший туризм, да, то есть в том плане, что они приезжают в такие красивые места, то есть это прогулки по лесу, это там конный спорт, это велотуры и так далее, и так далее. Поэтому, например, конкретно в данном случае, если мы ведем речь о комплексе Гальте, то здесь работает не только зимний отдых, как агронолыжный как таковой, но также и летний отдых весьма востребован именно за счет того, что очень много людей приезжают именно с целью отдыха, как просто убежать из города, да, то есть особенно в период пандемии это еще более востребовано. Тогда уточнить еще хочу. Вот смотри, есть квартира в жилом комплексе, который, по сути, все-таки работает как гостиница, и есть, предположим, в 100 метрах или в 300 метрах от этого жилого комплекса просто дом, жилой обычный дом, в котором можно купить квартиру и сдавать в аренду через R&B или каким-то другим способом. Вот есть один способ, есть один вариант, есть другой. Твой опыт, твое представление о сегодняшней Словении, вот эта история, кажется, тебе менее рискованная, или проще вот на том же курорте, в том же Блэйде купить где-нибудь квартиру, ну, их там не так много, но все равно они же есть. Я скажу так, мой опыт таков, что я бы, конечно, больше посоветовал купить лучше что-то в комплексе, в готовом работающем комплексе. Я поясню, почему. Вот, как мы с тобой говорили, что есть эта инвестиция просто как покупка квартиры, то есть ты можешь купить ее в Любляне, ты можешь купить ее в туристическом курорте и так далее, и так далее, но, естественно, найти в топовом курортном районе хорошую квартиру с хорошей локацией, с хорошей инфраструктурой будет достаточно проблематично. Здесь ты решаешь сразу несколько проблем. То есть, несмотря на то, что Airbnb кажется весьма интересным сегментом для инвестирования, точнее, он являлся интересным сегментом для инвестирования, но сегодня законодательство Европейское очень сильно начало ограничивать возможности сдачи квартир через Airbnb, и я думаю, что с перспективой будущего они полностью вытеснят этот сегмент из жилой недвижимости. То есть будет запрещено заниматься сдачей красочных квартир через Airbnb. Так, радикально прямо. Ну, а в Словении на сегодняшний момент, если ты купил квартиру и хочешь сдавать ее через Airbnb либо через Booking, ты должен получить согласие большинства жителей этого дома, да, то есть для того, что если хочешь заниматься этой деятельностью. Поэтому это уже начали ограничивать, поэтому уже, я думаю, что перед перспективой ближайших несколько лет этот бизнес именно как Airbnb как таковой потихонечку из Европы начнет уходить. Именно если мы ведем речь даже, что это даже сфера бизнеса, она будет дальше работать, то мы должны понимать одно. Если вы покупаете апартаменты в таком комплексе, как, например, Гальте, у вас есть по соседству уже действующий отель, у вас есть уже действующие мощности этого отеля, то есть у них уже есть своя реклама, есть своя база клиентов, гостей и так далее. Также у них есть вся инфраструктура, это, например, конкретно в этом случае это сауна, это ресторан, то есть человек, который приедет к вам в апартаменты, он получит ужин, он получит дисконт на пользование сауной, у него есть какие-то общие зоны кафе, у него есть горнолыжный курорт, который он получает по лучшей стоимости, чем он просто, взяв квартиру, где-то по соседству бы, просто этим пользовался. Поэтому здесь мы ведем речь о более профессиональном управлении недвижимостью. И также, что еще немаловажно, Филипп, несмотря на Airbnb, все равно, если ты ведешь речь о том, что ты хочешь самостоятельно заниматься, это достаточно неавтоматизированный процесс. Да, конечно, ты можешь на сегодняшний момент поставить кодовый замок, ты можешь очень многие процессы автоматизировать, но все равно тебе нужно иметь клининговую компанию, тебе нужно отслеживать, чтобы апартаменты не были повреждены, тебе нужно объект недвижимости за страхование и так далее. То есть все равно это уже такой, если мы ведем речь о апартаментах, это автоматический бизнес, а Airbnb – это полуавтоматический бизнес, то есть им ты будешь заниматься тогда, когда ты живешь здесь и ты находишься здесь. То есть потенциально чуть более высокая доходность, о которой ты сказал, условно говоря, тут 7, тут 5, она в каком-то смысле может оказаться ловушкой с чуть большими рисками, с очень понятными, которые, собственно, существовали всегда, просто сейчас они всплыли на поверхность в более явном виде. Ну, например, здесь, если еще пару минут уделить этому вопросу, например, я бы сказал, даже если мы ведем речь о том, что окупаемость при Airbnb, она такая же, как в случае таких апартаментов, головной боли с управлением таких апартаментов намного меньше, потому что надо понимать одно, что когда человек едет отдыхать на какой-то курорт, естественно, первым образом он смотрит о инфраструктуре. То есть если он приезжает, то все-таки отдых в Словении – это семейный отдых, и когда человек приезжает с семьей, естественно, он ищет инфраструктуру. Поэтому я бы сказал так, что помимо людей, которые ищут, может быть, какие-то очень вакантные и выгодные предложения, конечно, люди в основном, когда приезжают в отели именно в таком формате, что это где-то на природе и так далее, то, конечно, в основном мы ведем речь о таком формате апартаментов. И это, опять же, практика не только славянская. То есть на сегодняшний момент в Европе, например, есть сеть отелей Фолькенштейна. Они присутствуют практически по всему миру, по всей Европе. То есть у них эта практика уже отлажена. Они строят отель, например, на 100-150 номеров, они строят апартаменты. Есть, например, там тоже самое сеть Redis and Blue, которая тоже такого формата строит недвижимость. Поэтому это такая, значит, уже отлаженный механизм. У тебя есть хороший провайдер, который тебе предоставляет все услуги. И плюс ты можешь пользоваться этой недвижимостью тогда, когда тебе захочется пользоваться всей инфраструктурой отеля. Поэтому это достаточно такой уже отлаженный бизнес. Вот поступил вопрос как раз поэтому. Если купить малоквартирный дом полностью, то разрешение от соседей не нужно. Но не будет ли претензий, что это уже гостиничный бизнес? То есть если ты просто покупаешь малоквартирный дом, если я правильно понял вопрос ваш, уважаемый зритель, если неправильно понял, то уточните. Не будет ли претензий, если ты покупаешь там дом на несколько квартир и начинаешь его сдавать, не будет ли претензий там юридического характера, что превратил жилой дом в гостиничный, если бы даже это все твое? Пока нет. Если ты сдаешь его именно через Airbnb такого формата, как по суточной сдаче квартир, ты это делать можешь, никаких проблем нет. Но опять же мы не знаем, что законодательно в будущем будет введено. Вот, например, в Питере в свое время я слышал, что шли разговоры о том, что в ближайшем будущем хотят запретить жилой фонд использовать под коммерческую сдачу, в том числе не под торговую недвижимость, а именно под отельный бизнес. Как это в России, сейчас не будем отдельно это касаться, но просто нет, есть примеры, собственно говоря, Берлин, Барселона. Это же не только политика России, это политика многих европейских стран. То есть они хотят тем самым образом все-таки ограничить такое использование. Понятно, что на сегодняшний момент пока таких ограничений нет, вы этим можете заниматься, но что будет в обозримом будущем, мы сказать, к сожалению, не можем. Окей. Тогда последний коротенький вопрос про все-таки гостиничную историю. Предложений вот реальных, именно отельных, их стало больше, меньше, столько же? Подешевели, подорожали? Филипп, смотри, я тебе скажу так, что спрос на отельный бизнес, как ни странно, ну, возрос, именно за счет того, что многие люди, может быть, и считают, что за счет каких-то финансовых трудностей какие-то отели будут продаваться. Понятно, определенное количество новых предложений на рынке появляться будет, но то, что заметил я сейчас, что собственники не так реально пытаются избавиться от отельного бизнеса, именно за счет того, что, как вот я говорил до этого, у нас есть три сегмента инвестирования в отельный бизнес. Первый сегмент – это самый простой, это купил апартамент, это вот, например, квартира в Гальте. Второй сегмент – это профессиональные инвесторы, которые скупают объемами. Вот, например, сейчас в Хорватии идет огромными темпами скупка отелей недвижимости именно крупными сетями. То же самое происходило и в Словении. То есть, например, та же самая рогашка с латино была в свое время практически скуплена крупными компаниями, которые уже имеют отлаженные механизмы. И есть третий сегмент, который, как мне кажется, на сегодняшний момент будет максимально интересен. Это небольшие гостиницы, как вот у нас мы уже несколько раз отлажали, комплекс Херк, то есть где все-таки должен найтись покупатель, который хочет самостоятельно заниматься управлением такого рода недвижимости. То есть мы ведем речь о, а, интересной локации, б, конечно, эта локация не очень интересна крупным сетевикам, потому что нет объема, потому что сетевые, крупные сетевые, кажется, компании заходят на номерной фонд от 50 номеров, как минимум, да. И здесь такая интересная комбинация, где человек хочет, а, может быть, самостоятельно позаниматься гостиничным бизнесом, он может здесь проживать, он может бизнес сам развивать. Мы можем помочь с привлечением европейских средств, это тоже немаловажный фактор. Поэтому здесь все-таки мы ведем речь именно о инвесторах, которые не ищут пассивного-пассивного дохода, которые еще находятся в достаточно рабочем возрасте, которые хотят сами позаниматься этим бизнесом, которые хотят переехать. И, в принципе, этот бизнес при правильном управлении может принести весьма неплохую именно окупаемость. Ну, еще раз, вот про Херк, я смотрю, мы с тобой говорили об этом, ну, вот сейчас цена просто снизилась в очередной раз, но, по большому счету, этот проект уже давно выставлен на продажу, и, в общем, до сих пор, ну, сколько там, полтора-два года, он не нашли. Мне кажется, Филипп, изначально была слегка завышена цена. Я бы сказал так, мое личное мнение по этому проекту следующее. Если бы собственник вложил бы в развитие этого комплекса порядка 100-200 тысяч евро, запустил бы этот комплекс, и он бы работал, и уже имел бы наработанную базу, то, конечно, продать его было бы намного легче. Вот мы, например, сталкивались, вот у нас было несколько других альтернативных предложений, да, то есть похожих на Херк, которые мы продали. И проданы они были именно из-за того, что люди, которые приезжают покупать, они все-таки глазами смотрят на то, чтобы это был уже работающий, готовый бизнес. Понятно. Это клиенты, которые продавали отели, которые работали, то есть люди посчитали это более перспективным именно за счет того, что уже есть отработанный механизм, есть команда, которая занимается этим отелем, и человек просто входит в управление, и он может посмотреть цифры, то есть он может сравнить, что было в 2019 году, что было в 2018, что было в 2017, и риска в этом случае меньше. В случае Херка это такой проект, который был бы интересен какому-то потенциальному инвестору, который готов рискнуть, который готов вложить некую сумму в этот проект, получить европейские средства, и потом он этот отель может продать, ну скажем так, по цене умножить на 2. Но ему нужно потратить 2-3 года времени, ему нужно пойти на определенные риски в этом случае, потому что опять же комплекс интересен именно за счет того, что там 3 гектара земли, которая строительная. Поэтому если грамотно распорядившись средствами привлечь европейские средства и отель достроить, расширить его, запустить, естественно продать его будет уже не проблематично. Но опять же это специфика, то есть отельный бизнес иногда не подается логике, да, то есть поэтому в этом случае может быть просто-напросто на сегодняшний момент еще не пришел тот покупатель, который готов рассмотреть вот такой проект именно с точки зрения как, ну, с одной стороны рисковые инвестиции, с другой стороны, которые ему могут принести намного больше, чем какой-то магазин либо торговая площадь. То есть это такое интересное, может быть, замечание в этой сфере. По конкретному проекту. Хорошо. Значит, итак, проект ХЕРК и вот проект на гордонужном курорте, о котором мы сейчас говорили. Давай перейдем к следующему сегменту. У нас их еще, в общем, осталось не так мало, а поговорим о девелопменте как таковом, то есть о проектах, которые условно строятся с нуля, и мы с компанией Century 21 и Future Real Estate и лично с Александром делали и продолжаем делать несколько видеопроектов, посвященных разным сегментам. Вот как раз по девелопменту я вам скажу, что примеров, наверное, чуть ли не больше всего. Другой вопрос, что это проекты девелоперские в самых-самых разных сферах. Ты не уходишь, ты с нами. Закрываешь штору сразу на какие-то секунды, я чувствую себя в фильме «Матрица», да, что-то происходит такое. Давай немножко о девелоперских проектах, о входе в эти проекты с нуля. Что это такое, насколько это активно сейчас и изменилось ли в этом сегменте что-то? Смотрите, касаемо девелоперского бизнеса, основное наше направление в формате девелоперского бизнеса, конечно, речь шла о торговой недвижимости, потому что этот сегмент достаточно востребован, этот сегмент инвестирования достаточно стабилен, и, конечно, здесь мы видим самый большой спрос именно в этой сфере. Новое направление, которое мы сейчас постепенно запускаем, это жилое строительство, потому что, конечно, хороших девелоперских коммерческих проектов их намного меньше становится, становится, потому что рынок, конечно, в этом плане постепенно насыщается. Когда, если мы ведем речь о квартирах, то всегда по квартирам есть, а, стабильное предложение и есть стабильный спрос, потому что, естественно, основной покупатель жилой недвижимости в Словении является именно словенцем. Особенно учитывая новые поправки касаемо отрицательных депозитов и то, что ты платишь, по сути дела, деньги, ты платишь банку за хранение твоих денег. Самая простая сфера инвестирования – это, конечно, аж куда инвестировать? Купить квартиру, да, потому что не каждый человек будет вникать в сегмент именно коммерческой недвижимости, потому что здесь, конечно, есть очень много специфик и очень много страхов со стороны потенциальных инвесторов. И самое банальное и простое, конечно, это купить квартиру. Вот тоже один такой хороший пример, опять же, который подтверждает мою логику. Я общался с очень хорошим партнером по бизнесу, достаточно обеспеченный человек, и он мне говорит, Саша говорит, а есть какая-то хорошая квартира, я бы купил. Я говорю, а зачем? Я говорю, какая цель? Он говорит, ну как, хочу получать доход. Я говорю, лучше купить коммерческую недвижимость, там эта духовность выше, риски ниже. Он говорит, да, ты понимаешь, но я там думал купить, получить кредит, а потом эту квартиру я оставлю своим детям. То есть, поэтому такой логике, конечно, придержится очень много и славянцев, и европейцев. И также, я думаю, в России на сегодняшний момент, если у человека есть свободные деньги, конечно, он пойдет и купит недвижимость в Москве. То есть, поэтому здесь та же самая логика, что на сегодняшний момент мы ведем речь, опять же, о строительстве в крупных городах. То есть, понятно, что Любляна, она весьма привлекательная, но здесь и самый большой спрос, и самая большая конкуренция в этом сегменте. Мы же как раз сейчас стараемся придерживаться логики строительства в менее крупных городах. Вот один из таких проектов, который, Филипп, можешь показать, это, например, девелоперский проект в городе Марибар, где за сумму в 550 тысяч евро продается земельный участок с уже готовым проектом, и мы набираем пул потенциальных инвесторов под данный проект. Опять же, это один из примеров таких и девелоперских проектов, потому что понятно, что многие объекты, которые мы сейчас показываем, через месяц, два, три, они уже будут неактуальными, потому что мы либо, а, наберем уже пул инвесторов, либо эти объекты уже будут проданы. Еще раз, в двух словах, я говорю про этот проект. Это жилье, это бизнес-центр. Речь идет о продаже земельного участка с уже полученным разрешением на строительство на жилую недвижимость, то есть, как ты видишь в описании, общая площадь объекта 1685 квадратных метров, и жилая площадь, как таковая чисто жилая площадь, это 1162 квадратных метров. То есть, мы ведем речь о постройке квартирного дома на где-то 16 квартир, и по итогу, плюс, также на этом же участке будет также еще строиться один таунхаус на две семьи. Поэтому речь идет о том, что инвесторы, которые готовы, опять же, участвовать в чуть более рискованных проектах, либо инвесторы, которые не хотят, скажем так, привязываться к долгосрочной покупке квартиры, либо коммерческой недвижимости, они могут поучаствовать в деловательских проектах. То есть, такого рода проекты предлагаются во всех странах мира, также мы, естественно, не исключение в этом случае, поэтому здесь, если есть инвестор, который заинтересован в участии в таком проекте, мы презентуем данный проект. Естественно, на 25% дольщиками в проект также входит наша компания, потому что мы проект ведем, мы им занимаемся, то есть, мы ведем полный цикл от постройки до продажи квартир, и ориентировочные окупаемости вложенные средства мы считаем порядка 20%. То есть, это, конечно, учитывая все... Ну, то есть, сколько строительства это будет вестись? Мы рассчитываем, что это строительство будет занимать от 12 до 15 месяцев. Опять же, учитывая то, что уже участок имеет разрешение на строительство, то есть, как мы поступаем? Мы находим земельный участок, мы доводим его до разрешения на строительство, мы получаем афер на строительство, то есть, по сути дела, объект уже находится в таком полуфабрикатном состоянии, да? Поэтому, по сути дела, на сегодняшний момент потенциальный инвестор может войти в этот проект. Опять же, мы можем продать проект целиком полностью, мы можем впустить несколько инвесторов, да? И понятно, что речь идет сегодня о жилом строительстве, который, с одной стороны, конечно, несет свои риски определенные, потому что любой живой бизнес, он, естественно, рискованный, но этим самым, естественно, оправдывается и более высокая окупаемость на вложенные средства. Я просто, наверное, сейчас самое время сказать об этом. Понятное дело, по кадру не всегда поймешь все нюансы. Если какой-то из проектов у вас, уважаемые зрители, заинтересует, или просто какую-то более подробную информацию можно получить, потому что мы здесь, ну, голубым по Европам в рамках нашего вебинара мы обо всем подробно рассказать не сможем, пожалуйста, обращайтесь, я думаю, контакты компании мы просто в чате сейчас опубликуем, с тем, чтобы вы могли по завершении вебинара просто, ну, в удобное для вас время связаться с Александром или его коллегами по тому или иному проекту. Значит, и еще разочек, а вот эта сумма, которая ты сказал, это стоимость земли 550 тысяч евро, или это земля плюс... 150 тысяч евро, это на сегодняшний момент, это покупка земельного участка, с возвращением на строительство, с проектом, все под ключ. Второй этап, это, естественно, привлечение банковского финансирования. Опять же, те проекты, которые мы предлагаем, мы предлагаем уже на основании тех проектов, которые мы уже реализовали, да, то есть, поэтому это цифры не просто, которые мы взяли с неба, да, то есть, не просто говорить, о, там, покупаемость 20%, то есть, естественно, мы исходим уже из реализованных проектов, поэтому обычно типовая политика работы в Европе это, что инвестор входит землей, а банк финансирует строительство. Здесь это не исключение, то есть, именно за счет того, что также мы входим как партнер в этот проект, естественно, банк знает нас, он знает, что у нас уже за собой есть ряд успешно реализованных проектов. Мы, конечно, предлагаем также, почему мы участвуем на 25%, это минимальное требование банка по том, чтобы мы участвовали в данном проекте, чтобы мы были замотивированы этот проект довести до конца. И, по сути дела, 550 тысяч евро – это собственные вложенные средства компаний, которые создаются специально под этот проект, оставшиеся суммы финансируются банком. Продавать мы можем начинать уже на этапе котлована, собирать додатки по 10%, и когда проект построен и завершен, естественно, из пропроданных квартир выплачивается банк, а все, что остается, это остается сумма самому инвестору. Конечно, мы также берем свой определенный процент за ведение проекта, то есть это нормально, потому что понятно, что кто-то этим проектом должен заниматься, должен его вести, но та окупаемость на эффективно вложенные средства составляет порядка где-то 20% на такого рода проект. Я презентую небольшие проекты, потому что на сегодняшний момент уже получено разрешение, и, скажем так, когда инвестор входит, уже имеется подрядная организация, и, по сути дела, стройка уже начинается. То есть, поэтому здесь мы и почему рассчитываем достаточно такой короткий цикл строительства, что это 12 месяцев стройка, плюс 3 месяца мы тратим на введение объекта в эксплуатацию, получение всех разрешительных документов, то есть, поэтому вот как раз период инвестирования составляет где-то от 12 до 15 месяцев. Окей. Но у нас осталось с тобой еще два типа недвижимости, о которых стоит поговорить. Я предлагаю сейчас поговорить несколько слов, наверное, об офисной недвижимости. Тоже, наверное, самый противоречивый сегмент, потому что как раз про офисы кто-то говорит, что, ну все, люди ушли на удаленку, до свидания. Кто-то говорит, что ушли, но вернутся. Кто-то говорит, что далеко не все и ушли. Вот офисные сегменты, какие предложения. Стало, опять же, больше предложений, меньше окупаемость предложений и так далее. Филипп, я тебе скажу так, что как это ни странно, но люди вернулись в офисы, потому что люди устали сидеть дома, люди устали сидеть на карантине. Они вернулись, да, точка была? Да, и у нас абсолютно нормально идет работа в офисах. Естественно, изменилась немножко структура, что если у тебя есть команда большая, то часть людей там один день работает на удаленке, один день работает в офисе. То есть они меняются именно из-за того, чтобы не было рисков. То есть в основном это ушли все госкорпорации, ушли банковские сотрудники, потому что, ну, например, если там банк имеет 100 сотрудников, то они разбились на две смены, как говорится, чтобы если одна смена заболеет, что вторая смена останется здоровой в этом плане. Поэтому здесь, конечно, это как ни странно, но офисы работают. То есть вот мы, единственное, какое, скажем так, замечание, которое мы видим, что именно все-таки если инвестировать в эту сферу, конечно, инвестировать нужно в более крупных городах. То есть именно локация, локация, еще раз локация. То есть на сегодняшний момент мы как раз вот там тот офис, где я сейчас нахожусь, это как раз тоже один из наших проектов, который мы делали в 2020 году. Это торговые площади плюс это офисная недвижимость. То есть один этаж офисной недвижимости, порядка тысячи квадратных метров. Но мы пошли немножко в другую концепцию, мы немножко ее поменяли. То есть мы разделили офисы на несколько блоков, и, по сути дела, приходит компания, она говорит, мы заинтересованы в аренде одного блока. Они снимают один блок, потом ты можешь доснять второй блок, третий блок, либо с одного блока съехать. И таким образом немножко недвижимость переформатируется. То есть если раньше компания заезжала на площадь тысячи квадратных метров, то сейчас заранее мы уже, когда недвижимость строим, либо ее обновляем, мы исходим из того, чтобы безболезненно можно было площадь арендатора уменьшить и сдать всю часть в другой компании. Что это за место и что это за компания? Кто арендатор? И вот ты говоришь, хорошее место должно быть, соответственно, где это и что это. Если мы ведем речь о хорошей локации, если мы говорим о масштабах самой страны, то, конечно, это Марьбар, это Любляна, это цель немножко с натяжкой. То есть мы в основном, конечно, ведем речь о столице, это Любляна. И также мы сейчас видим востребованность в недорогих офисах, также в городе Марьбар. Поэтому здесь две такие разные стратегии инвестирования. В Любляне, конечно, речь идет о хорошей транспортной доступности. Мы ведем речь о таком, например, конкретно, вот это наше офисное здание, мы делали в торговой зоне БТЦ. То есть, естественно, это точка, которая... А это самая крупная торговая зона БТЦ. И, например, мы сдали абсолютно разношерстным компаниям, то есть к нам села компания, которая занимается дигитальной рекламой, к нам сел налоговый консультант со своим бухгалтерским офисом, к нам сел компания, офис небольшой компании Huawei в филиалах сел. Поэтому, в принципе, все равно востребованность к офисам есть, но, может быть, конечно, не в таких крупных масштабах, как это было раньше. То есть, если раньше искали компании по тысяче, по две, по три тысячи квадратных метров офиса, то сейчас, конечно, немножко эти объемы, они уменьшаются. Именно за счет того, что я, как я до этого сказал, что если вы изначально подыскиваете такую недвижимость, которую можно безболезненно сдавать по частям, то, конечно, это самый выигрышный сегмент. То есть, поэтому здесь однозначно эта сфера инвестиций, она остается. Понятно, что сегодня, может быть, входить в строительство какого-то крупного офисного центра, я бы побоялся. Но именно если мы ведем речь о покупке офиса в сегменте 200, 300, 500-1000 квадратных метров, то это сегмент достаточно стабильный все равно, потому что я могу сказать по своему опыту, что мы все офисные недвижимости сдали в период 20-го года. То есть, по сути дела, последние два контракта на 500 квадратных метров мы подписали в конце 20-го года. Несмотря на пандемию, несмотря на локдаун, но компании бизнесом занимаются, компаниям нужно питаться, поэтому в этом плане все равно спрос, он, понятно, что упал, но не настолько критично, чтобы офисная недвижимость просто простая была. То есть, для инвестора, ну и желающего общаться с вами или просто заинтересованного, верящего в том или ином смысле в офисную недвижимость, важно учитывать крупные города. То, что ты сказал, второй момент, это что, ты должен купить уже что-то готовое перестроить, разбить на кусочки или лучше... Понимаешь, что ты предлагаешь в этом семейке? Да, у нас есть предложение уже готовой офисной недвижимости, но один из таких банальных примеров, вот у нас недавно как раз мы продали одну офисную недвижимость, это было отдельное здание 300 квадратных метров, то есть, каждая этапа имеет 100 квадратных метров, это находился в городе Марибарь, и, по сути дела, на сегодняшний момент это такой менее рискованный сегмент, потому что изначально это помещение сдавалось одной компании, можно было сдавать это помещение трем компаниям, то есть, всегда ты можешь его разделить на отдельные части и сдать по отдельным частям. То есть, если мы говорим о инвестиции в недвижимость офисную, то изначально, подходя к выбору предложений, нужно в приоритет ставить те объекты, которые в дальнейшем можно разделить на две либо на три части, то есть, это вот, я считаю, что основополагающим в случае инвестирования в офисную недвижимость. А те предложения, которые вы делаете, это что, это инвестор, который хочет войти, это предложение уже с арендатором или это какая-то история? Да, у нас большинству офисной недвижимости, мы не предлагаем просто пустую офисную недвижимость, мы предлагаем объекты, которые уже имеют арендаторов, которые уже имеют долгосрочные договора аренды и которые уже адаптированы к рыночным предложениям, о которых я сейчас говорил. Конечно, таких объектов у нас не очень много. То есть скажу сразу, у нас огромного количества офисной недвижимости нет, потому что мы на ней сильно не специализируемся. И все-таки если сравнить окупаемость торговой недвижимости и офисной недвижимости, конечно, она в этом плане по окупаемости приравнена. И поэтому все равно есть инвестор, который говорит, ну вот я хочу инвестировать в офисную недвижимость. Понятно, мы не будем клиента переубеждать, мы предложим ему те наиболее вакантные предложения, которые есть на сегодняшний момент на рынке. Если ты говоришь о окупаемости, ну давай поговорим о точке входа финансовой. То есть сколько это стоит? Тем более, если ты говоришь, что офисы сейчас разбиваются на части, значит, получается, что можно купить что-то бюджетное. Пока самый бюджетный вариант, который был из того, что мы показывали, это вот отдельная квартира в гостиничном, по сути, комплексе. Там цена была, по-моему, 70 с небольшим, да, тысяч евро, что-то такое. Здесь, если мы говорим про офисы, там, с арендаторами, то есть от 200 тысяч евро можно найти уже весьма неплохую офисную недвижимость, тоже даже самое любляне можно найти, да, то есть поэтому инвестирование, если мы ведем речь позже, это вот видишь один из сегментов, почему многие люди и принимают решение, почему лучше я вложусь в офисы, это, конечно, объем инвестиций, потому что инвестиции в хорошую торговую недвижимость начинаются, конечно, уже там от 300-400 тысяч евро, а что-то на самом деле вкусное, интересное, оно уже идет с ценником свыше 500 тысяч евро. Если же мы ведем речь о жилой недвижимости, то мы можем вести речь о инвестиции до 100 тысяч евро, да. Офисная недвижимость можно начинать инвестировать уже где-то от 200 тысяч евро в достаточно хорошем состоянии, да, то есть и с достаточно хорошими арендаторами. Ну, то есть вот эти примеры офисной недвижимости, там уже есть арендатор, вот последний год показал, ну, сам привел пример, что крупная компания, они взяли, съехали, вот характерен ли для офисной недвижимости кризис, ну, если не платежей, то пустующих помещений? Все-таки вот как раз этот сегмент очевидно в виде пострадал, и он не мог не пострадать, люди ушли на удаленку. Лип, все зависит от того, в каком сегменте работает компания. Приведу такой банальный пример. Если мы ведем речь о том, что у тебя магазин, 80% магазинов попало под жесткий локдаун, потому что они предлагают товары физикам, понятно, что открытыми остались дроггеры магазина, открытыми остались продуктовые магазины, но остальный сегмент пострадал и был закрыт, и нам пришлось на период закрытия давать дисконт порядка 50%. Офисная недвижимость, тут, скажем так, палка в двух концах. Если твоя компания попала под жесткие, скажем так, именно жесткие требования локдаун, и компания просто не может сама так работать, естественно, она уйдет, но нужно искать нового арендатора. Но если арендатор не попал под эти требования, вот конкретно приведу пример по нашему офису, у нас, например, 10 арендаторов в офисной недвижимости, которую мы построили, у нас практически ни один арендатор не попал под условия локдауна, и все офисы работают и платят 100% аренды. Поэтому здесь палка в двух концах. С одной стороны... Ты же не можешь подбирать, такую вещь, как локдаун, очень тяжело закладываться. Узловно говоря, турагентство, это хороший арендатор или плохой? Или, например, нотариус, хороший или плохой? Смотри, Филипп, прогнозировать возможно, учитывая, что у нас уже есть опыт того, что закрывается в период локдауна. То есть, по сути дела, если мы ведем речь на сегодняшний момент о компании, которая работает, а в сфере, например, бухгалтерского, налогового консультанта, нотариуса, дигитальная реклама, то есть все, что связано с онлайн-услугами и так далее, и так далее. То есть порталы по недвижимости, вот сейчас один сидит арендатор наш, да? Агентство по недвижимости. Агентство по недвижимости и так далее. То есть понятно, что здесь, опять же, как мы с тобой говорили, что в случае инвестирования в офисную недвижимость не нужно лезть в очень крупные объекты. То есть понятно, что если ты выкупишь целое офисное здание, то этот риск будет намного выше, когда у тебя сидит арендатор, там, скажем так, на тысячу квадратных метров. Поэтому сейчас специфика инвестирования уходит в то, что лучше покупать здание, которое имеет несколько разнотипных арендаторов, и все равно вероятность статистическая, что у тебя прогорят все арендаторы, будет намного, ну, риск будет намного ниже у тебя по сути. Насколько легко сейчас найти нового арендатора? Это какие-то новые компании, или это компании, которые, которые не понравились условия, ну, условно говоря, конкурентов? Я тебе приведу пример, смотри, при офисной недвижимости, что, конечно, ну, очень такой момент, который возник, что определенные компании с коронавирусом очень неплохо поднялись, вот, например, у нас вот сидят два арендатора, они занимаются онлайн-рекламой, так, то есть это вот сильные агентства рекламные, и у них объемы возросли, то есть буквально одна компания. Почему они работают в офисе? Их не распустили по домам, или им просто так удобнее? Культура работы. Культура работы все равно контролировать на удаленке сотрудников очень-очень-очень тяжело, поэтому все равно Европа достаточно чопранная в этом плане, и это не Китай, это не Россия, это не Америка, то есть все равно люди привыкли прийти в офис, работать в офисе, поэтому здесь, конечно, я бы сказал так, что по итогу есть сегменты бизнеса, которые очень неплохо поднялись в этой сфере, то есть есть же, конечно, компании, которые сильно пострадали, но вот как я тебе сказал, что если мы говорим о инвестициях в офисную недвижимость в формате от 100 до 300 квадратных метров, этот сегмент пострадал меньше всего, потому что тот, кто сидел на тысячах либо на 500 квадратных метров, он уменьшился на 200-300, а тот, кто был на 100, и у него бизнес пошел вверх, он увеличился до 200-300. Вот как раз у нас вот два последних офиса мы сдали по 300 квадратных метров, и в одном случае была это одна компания, которая, наоборот, уменьшилась, то есть они сказали, что они 50% сотрудников отправили на удаленную, и этот офис, их хватает для проведения переговоров, встреч и части сотрудников, а вторая компания как раз выросла, и она там со 100 квадратных метров увеличила объема там вдвое-втрое и пересела в более крупную недвижимость. Но все равно, Филипп, здесь, понимаешь, офисная недвижимость очень специфичная, поэтому мы ее очень мало и предлагаем, понимаешь, потому что здесь какого-то единого закона и правила здесь нет, то есть то, что мы говорим, это мы говорим, исходя из нашей практики, потому что, ну вот у нас появилась такая специфика, что мы сами управляем офисным центром, и здесь, как вот я тебе сказал, что понятно, что в случае офиса недвижимости очень тяжело что-то погарантировать, то есть что у тебя именно будет тот аренат, который у тебя не съедет, у тебя будет именно, скажем так, стабильные арены потоки, но по хорошему счету я тебе скажу так, что именно если вы хотите оптимизировать риски, то риск оптимален тогда, чем больше арендаторов, тем меньше риск. Это правило, я думаю, действует в любом бизнесе, то есть чем у тебя больше, скажем так, если ты яйца складываешь разную корзинку, то вероятность, что, скажем так, ты прогорешь по всем направлениям, он намного ниже. Окей. Ну и тогда давай поговорим в завершении уже нашего вебинара о самом таким любимом, если так можно сказать, твоем сегменте, том сегменте, в котором вы работаете, и, собственно, на Приан мы начали сотрудничать с вами именно вот с этого сегмента, это торговые центры, ритейл и помещения под них. Что сейчас происходит в этом сегменте в Словении? Как я понял, ты в этом сегменте нисколько не разочарован, поэтому хвастайся, что называется. Да, Филипп, смотри, ну изначально я всегда поддерживал логику действий такую, что торговая недвижимость является самым стабильным сегментом, потому что, а, у тебя, ну, в большинстве слоем мы работаем с крупными сетевыми магазинами, да, то есть у которых модель работы это как раз не один офис, одна недвижимость, одна квартира, а все-таки это именно более глобальный подход, и опять же, несмотря на пандемию, подход у большинства сетевых магазинов такой, что надо расширяться, да, то есть есть риски, понятно, есть закрытия, есть убытки, но именно за счет того, что вот в конкретном случае вот мы работаем с несколькими крупными сетевиками, получилось так, что там Словении в Астрии, в Германии катался локдаун, когда, например, в Сербии, в Румынии, в Болгарии, в Хорватии ничего не закрывалось, и все работало дальше, поэтому, конечно, одно направление поддерживало другую страну направления и так далее, поэтому здесь, конечно, пришлось пойти на некую уступку, да, то есть мы все равно определенный дисконт были вынуждены предоставить арендаторам, но это, я думаю, возникло практически во всех сферах бизнеса, которые пострадали от пандемии, но мы на сегодняшний момент перешли, потому что мы не только занимаемся продажами, но мы строим, развиваем и наполняем новые точки, и здесь, с одной стороны, этот сегмент показал себя, что, несмотря на пандемию, арендаторы ищут новые точки, с другой стороны, понятно, что мы сейчас стали больше предлагать недвижимости, которые не попадают под ковидные санкции, это продуктовые магазины, это аптеки, это дрогери-магазины, то есть это магазин, который подает парфюмерию, бытовую, не бытовую технику, все для дома, то есть бытовые приборы и так далее, и так далее, поэтому это, конечно, тот сегмент, который не пострадал в период ковида, он не закрывался, и мы получили 100% арендных платежей в этом сегменте. Ты сказал слово, что мы начали предлагать, давай все-таки тоже тут поясним, в этом случае для инвесторов ты говоришь о торговых точках с арендатором, которые там уже работают, или сейчас есть шанс там начать что-то новое, или что мы с тобой обсуждали и говорили о перестройке, ре-девелопменте, сейчас все востребовано, или все-таки… Филипп, сейчас все сегменты востребованы, мы за прошлый год сдали 4 торговых центра, несмотря на то, что это с нуля, это вот мы полностью с нуля построили, два больших центра мы обновили, поэтому речь на сегодняшний момент, и несколько крупных точек мы наполнили, которые были закрыты, скажем так, где мы именно занимались неким таким изменением структуры арендаторов, привели продуктовый магазин, привели других арендаторов, поэтому на сегодняшний момент, конечно же, в торговой недвижимости основополагающим является объем инвестиций, как я вот до этого говорил, то есть, несмотря ни на что, банки, а, готовы кредитовать такие объекты недвижимости, потому что они имеют длинные договоры аренды, а если еще и арендатор, который не попал в сегмент закрытия, то, конечно, банки дают еще больше денег в это направление, потому что, опять же, какие-то направления в бизнесе, немножко, может быть, какой-то реальный бизнес просел, и банки его финансировать сейчас не будут, но такой стабильный сегмент банки финансировать готовы. И на сегодняшний момент, конечно, самым лакомым является инвестирование в торговую недвижимость с продуктовыми арендаторами, но есть, можно сказать так, негативная сторона, это, конечно, достаточно крупный объем инвестирования. Вот мы с тобой рассматривали один объект, вот можешь его, пожалуйста, показать, это торговый магазин продуктовый в городе Лагатец, где вы уже в старте видите более высокая окупаемость, она составляет 6%. Речь идет о новом договоре аренде на 15 лет с продуктовым сетевиком. Достаточно, если мы посмотрим, интересная цена покупки на квадратный метр, то есть, если посмотреть, что магазин 1656 квадратных метров за 2 миллиона, то есть, цена покупки порядка 1100-1200 евро на квадратный метр, и, конечно, относительно неплохая окупаемость 6%, а в случае банковского финансирования окупаемость можно увеличить практически там до 10%. То есть, здесь, конечно, есть своя структура расчета окупаемости, это я, конечно, могу рассказать в следующий раз более подробно, либо кому-то, кто, конечно, больше заинтересовался в этом сегменте инвестирования. Но ты сказал, ну, это уже, извините, 2 миллиона евро надо иметь, как то, что ты говоришь. Ну, 2 миллиона иметь не нужно, нужно иметь 500-600 тысяч евро в кармане, чтобы получить 1,5 миллиона под кредит, и можно без проблем купить данный объект, да, то есть, но, конечно, такой формат объектов более интересен, ну, может быть, сказать так, чуть более профессиональным инвесторам, да, то есть, которые уже владеют немножко этим рынком, которые уже немножко понимают о именно сферах такого инвестирования. Мы можем предложить, конечно, и более маленького объема инвестиции, но самая большая проблема – это высокая востребованность таких помещений, и, конечно, все, что интересно у нас появляется на рынке, буквально за месяц-два такие объекты уходят. И здесь, конечно, если человек заинтересовался в такой сфере инвестирования, то предлагая ставить заявку, мы, естественно, проведем более подробное анкетирование, какой формат арендатор интересен клиенту, какой объем инвестиций он готов направить в этот сегмент. И, конечно, как только появляется что-то актуальное, мы такой объект будем предлагать. Но вот история с логатикцем. Мы говорили об этом проекте, причем мы изначально говорили о нем как успешном инвестиционном решении, еще на стадии строительства, да. То есть это, по сути, успешное решение, как я понимаю, дважды, да. То есть сначала оно успешно для девелопера с нуля, а сейчас оно может быть успешно для того, кто… Поскольку арендатор есть, почему собственник не хочет сохранить этот объект за собой? Филипп, смотри, мы достаточно много работаем с фондами, и политика работы фонда обычно – это привлечение денег на период времени 2, 3, 4-5 лет. И многие фонды входят в период строительства, они эти объекты скупают, они эти объекты финансируют, то есть они входят в более раннем этапе, в более рискованном этапе. Потом объекты они держат 2-3 года и ищут новые проекты, куда можно вкладываться. Поэтому, конечно, зачастую у нас происходит такая ситуация, что вот, например, конкретно в данном случае логатикца у нас было всего 4 помещения, все 4 помещения были проданы. Те 3 помещения, которые купил конечный потребитель, скажем так, инвестор, он эти объекты держит за собой. И этот же объект именно принадлежит фонду. Фонд этот объект 2 года поддержал сейчас и выставляет его на продажу с целью того, чтобы какую-то копеечку А заработать и Б переложить в другой проект, потому что многие фонды часто по истечении 2-3 лет закрывают, выплачивают инвесторов и собирается новый фонд и уже входят в какие-то новые проекты. Поэтому здесь, конечно, политика такая, что таких объектов на рынке будет становиться все меньше, меньше, меньше. И определенная флюктуация на рынке, она нужна, потому что если человек вложил его, поддержал, потом продал, потом вложил в новый проект, это обеспечивает такое, значит, постоянное циркулирование недвижимости на рынке. То есть поэтому здесь именно если говорить о торговой недвижимости, то еще раз, может быть, повторюсь, что есть объекты и менее дорогие, то есть можно купить объекты за 300, 400, 500 тысяч евро. Понятно, что продуктовый магазин за такие деньги будет отдать достаточно тяжело, потому что сейчас именно формат продуктовых магазин, они укрепляются. То есть все магазины хотят расширяться, хотят площади хотя бы 500, 600, 700 квадратных метров, что увеличит за собой достаточно дорогую сумму инвестирования. Но можно найти такую же, тоже самую аптеку, можно найти весьма тоже интересный сегмент банковское помещение, которое тоже на период ковида не закрывается. Ну вот, можно поискать какой-то дорогий магазин небольшой. То есть объекты встречаются, но еще раз, их не очень много. И, конечно, я предлагаю все-таки оставить заявку. Мы проработаем более детально, дадим чуть больше информации касаемо потенциальной окупаемости. Также банковское финансирование является очень вакантным в этом случае, потому что банки готовы этот сегмент финансировать. Мы работаем с шестью банками, и ставки на сегодняшний момент, конечно, тоже весьма востребованы в районе 2%. Поэтому здесь, конечно, я вот именно лично сам инвестирую в торговую недвижимость. И, по сути дела, это, я считаю, до сих пор самым стабильным сегментом инвестирования. Так что… То есть, условно говоря, онлайн не перебил эту историю? Онлайн не перебил, и я тебе скажу более того, все равно, когда у нас магазины открыли, это были очереди. То есть вот у нас перед Новым годом мы открыли магазины, вот у нас как раз, где у нас находится наш офисный центр, внизу также принадлежит нам магазинов. Я вот, ну, каждый день, когда приезжал, было 50 человек в очереди стояло, чтобы попасть в магазин. То есть все равно кайф от того, чтобы побегать в магазин, что-то купить, это все равно, ну, у людей не отнять, потому что люди сидят дома, люди в заперти, понятно, какие-то вещи они покупают в онлайне, но все равно у людей потребность пойти в магазин, что-то купить, она есть, потому что многие покупки, которые люди делают, они неосознанные покупки. То есть человек не идет в магазин с целью, А вот я хочу купить то, то, то. То есть многие покупки, они просто, то есть увидел, захотел, купил, потому что все-таки славянцы финансово достаточно обеспеченные, и они себе это могут позволить. То есть у них нет такого жесткого именно финансового планирования, что вот я могу потратить там только там 50 евро на одежду и так далее, и так далее. То есть просто вот кайф походить по магазинам, это отнять нельзя. Филипп, тут задали несколько вопросов. Да, я хочу спросить, просто мы с тобой, ну, осуществляя подготовку к вебинару, там пробежали по некоторым сегментам, как ни странно, как раз вот эти два и забыли. Буквально несколько слов. Давай начнем со складской недвижимости вопрос от Андрея. Несколько слов, что ты по ней можешь сказать, есть ли какие-то предложения и так далее. Да, я на сегодняшний день как раз вот буквально тоже несколько дней назад изучал рынок все-таки помещений складских. Конечно, здесь, ну, сегмент может быть немножко похож на сегмент торговой недвижимости. То есть порог вхождения в такого рода объект достаточно высокий. Да, то есть если мы ведем речь о том, что... Да, то есть если вы покупаете площади, то есть на сегодняшний момент найти складские помещения в площадях меньше, чем 500 квадратных метров практически невозможно. Да, то есть это я говорю о том, что именно востребовано. Стоимость квадратного метра может варьировать от 300 евро за квадратный метр, даже 200 евро за квадратный метр и может доходить там до 500, 600, 700 евро в зависимости также от типа складской недвижимости. И что самое важное, это локация. Потому что если мы ведем речь о каком-то небольшом городе, о таком логистическом хабе, это будет одна цена. Вот сейчас достаточно активно застраивается логистика именно рядом с аэропортом Борник в Любляне, да, то есть который сейчас будет расширяться. То есть сейчас строится новый терминал. Уже как раз в новые спадские центры заехал в DHL, заехал в несколько других компаний, которые занимаются почтовыми доставками. То есть там, конечно же, речь идет о высоком... Но это для институционального инвестора скорее, то есть частному лицу туда не пробиться. Да, то есть именно мой опыт, с которым я сталкивался, конечно, это высокий порог вхождения в этот сегмент. То есть здесь реально то, что мы, например, сталкиваемся, то есть объемы продаж это там 20 тысяч квадратных метров, 30 тысяч квадратных метров, зачастую под каких-то крупных доказчиков, то есть это те же самые ритейлеры. Вот у нас был построен огромный логистический центр компании Lidl продуктового сетевика, сейчас строится несколько других тоже крупных складских центров. И по хорошему счету найти именно просто маленький склад 50 квадратных метров, такой найти можно на рынке, но мы этим профессионально никогда не занимались. То есть да, предложение на рынке есть, но самая большая проблема – это именно в качестве арендатора заключается. То есть вот на сегодняшний момент вот мы сдаем в Любляне, у нас есть несколько складских помещений собственных, которые нам по наследству туда достались, когда мы покупали крупные пакеты объектов недвижимости. Ну, мы сдаем там по 4 евро квадратный метр, 5 евро квадратный метр. И какого-то большого спроса именно по складских помещениям, в отдельных помещениях спроса нет. То есть все ищут, все хотят садиться в большие хабы, там, где уже есть логистика отлаженная, там, где есть сфера услуг в этом сегменте бизнеса. Поэтому здесь, скажем так, вот отвечаем конкретно на вопрос, что цена очень сильно варьирует. То есть можно купить за 200 евро, можно купить за 700 евро, в зависимости от локации, в зависимости от размера инвестиций и самого земельного участка. Потому что зачастую в случае логистики также немаловажным фактором является размер земельного участка. Ну и вопрос по домам престарелых. Мы некоторое время назад, по-моему, у нас даже в рамках нашего видеопроекта была серия по домам престарелых. Я думаю, что, может быть, сейчас, пока ты отвечаешь на вопрос, мои коллеги найдут эту ссылочку. Вот насколько сейчас развивается этот сегмент и как год на него повлиял и будет ли влиять, или это вообще дело. На сегодняшний момент парадокс заключается в том, что именно сегмент домов для престарелых, он весьма востребован, но очень мало компаний, кто инвестирует в этот сегмент. То есть вот на сегодняшний момент, вот за прошлый год мы как раз стартовали в начале прошлого года с продажами 84 квартир в доме для престарелых в городе Камнек. То есть можно было купить и для своего пользования, то есть многие пенсионеры покупали, кто-то покупал с целью сдачи в аренду. И тот и тот сегмент, он весьма востребованный. Мы в формате нашей компании готовим также один девелоперский проект, то есть для дома для престарелых, где можно будет купить квартиру с целью сдачи в аренду престарелому человеку, либо где он его может купить. То есть можно войти будет на двух сегментах, либо в сегменте девелопера и заработать те же самые 20% годовых, либо просто войти в сегменте, купить квартиру, сдавать ее в аренду и получать те же самых 5-7% покупаемости. Что очень интересное, это достаточно тяжелый сегмент бизнеса, то есть нужно очень точно не промахнуться с микролокацией расположения, потому что зачастую квартира, апартаменты для престарелых строятся рядом с уже действующими домами для престарелых, который имеет всю инфраструктуру, потому что очень много государственных домов для престарелых, то есть там именно размещаются люди уже в таких тяжелых фазах, то есть это люди с деменцией, люди, которые не могут сами двигаться, где есть медицинский персонал, где есть уже место для питания и так далее, и так далее. Но востребована является постройка такого апартамента для престарелых, который все-таки находится еще равно еще в таком состоянии, где они могут сами двигаться, где они, скажем так, продают свою недвижимость, которая для них слишком большая, и покупают апартаменты в формате 30, 40, 50, 60 квадратных метров. И этот сегмент востребован, потому что за год 2020, несмотря на ковид, несмотря ни на что, мы из 84 квартир продали 75 квартир. То есть, по сути дела, спрос на такую недвижимость, он есть, но очень мало проектов, в которых можно поучаствовать. Поэтому мы вот этот проект сейчас в городе Камник, он уже подходит к концу, у нас сейчас осталось на сегодняшний день порядка 4-5 квартир всего, которых мы тоже планируем, что до конца февраля мы распродадим, и ждем нового проекта. Поэтому если есть люди, которые заинтересованы инвестированием в этот сегмент, то, пожалуйста, отправляйте заявки. Мы планируем, что где-то к месяцу сентября у нас появится уже проект такого комплекса недалеко от города Марьбер. Вот мы сейчас развиваем этот такой проект интересный. И можно было бы войти, а, либо как активному инвестору, то есть поучаствовать в девелоперском проекте, либо как пассивному инвестору можно заранее забронировать несколько квартир, получить их по более выгодной цене, и когда комплекс будет построен, сдан, их выкупить и сдавать в аренду. Сдача подобного рода квартир в аренду, она чем-то отличается от сдачи обычной квартиры? То же самое объявление, те же самые каналы продвижения, как и обычную квартиру. Этим занимается агентство по недвижимости, в том числе и мы также имеем опыт. Вот у нас в Камнике несколько квартир купили люди, которые также купили как инвестор, сказали, пожалуйста, найдите нам арендаторы, мы помогли с привлечением арендаторов. То есть сегмент инвестирования именно такой же. Окей. Ну что ж, почти полтора часа. Давай у нас еще буквально такая финальная тогда реплика от тебя. Все-таки мы такую палитру показали. Базовые параметры вроде понятны, что не раз и не два мы говорим о том, что цены по большому счету не упали. По большому счету рынок живой, потому что, ну просто так часто бывает, если мы из России не можем приехать в Словению, то кажется, что никто не может приехать в Словению. И гостиницы пустуют, рестораны стоят. Тем более, что все каналы, не только российские, показывают страшные картины. Там, например, Лондон все, там, Берлин все, никто никуда выйти не может, и тысячи людей остаются без работы. Ну, объективно говоря, в этом есть определенная правда, но только часть правды. Все-таки, вот реально, что пострадало, если что-нибудь, что-то подешевело, вот подводя некий итог, к чему мы сейчас пришли, и как ты видишь ситуацию, как она будет развиваться? То есть, если когда все было вроде как плохо, ничего сильно не падало, может быть, когда все станет хорошо, ничего сильно расти не будет? Филипп, я думаю, что чему люди научились в период вот этой пандемии, вот этого кризиса, который произошел сейчас, опять же, нет гарантии, что повторно, через 5, через 10 лет не повторится такая ситуация, которая повторилась сейчас. То есть, я думаю, что мир понял, что он достаточно, ну, в этом плане, беспомощен перед такими забываниями. То есть, люди вкладывают миллиарды в танки, в экономические войны и так далее. Но, скажем так, от какого-то маленького вируса мы просто оказались все безоружны, да, то есть, и в этом плане, я думаю, что на сегодняшний момент многие инвесторы, особенно те, кто занимается этим профессионально, поняли, что вкладывать лучше всего в тех странах, в которых все-таки есть основополагающие право, где есть правительство, которое готово поддержать, и где все-таки есть хорошая сильная экономика. То есть, вот у меня многие люди спрашивали, а почему вы не инвестируете в Сербию, а почему вы не инвестируете в Румынию, либо там Болгарию и так далее, да. То есть, я всегда говорю, что Словения, несмотря на то, что, конечно, это не Германия, это не Австрия, но она стремится именно к этим странам, и в плане финансовой обеспеченности это достаточно богатое государство. И мы это увидели, что в период пандемии все равно славянское правительство, оно поддержало людей, оно поддержало бизнес, да, то есть и туристический бизнес. Вот, например, многие компании сейчас тоже получили определенные суммы за период октябрь, ноябрь, декабрь как финансовой дотации. То есть, например, вот если я сотрудников отправил домой, то и зарплату, тем сотрудникам платит государство, да, то есть этих 80% зарплаты. Поэтому, конечно, все-таки, если мы сравниваем с другими странами, то, ну, а Словения, там, наряду, там, с Австрией и Германией оказало финансовую помощь бизнесу. Понятно, что не без последствий это все будет, но я бы сказал так, что если сейчас принимать решение о инвестициях, то однозначно надо придерживаться стратегии инвестирования в тот сегмент арендаторов, который все-таки будет долгоиграющим. То есть это продуктовые магазины, это аптеки, это, если мы ведем речь о офисе недвижимости, то, конечно, это недвижимость с арендаторами, которые занимаются все-таки чем-то связанным с онлайн-продажами, продвижениями и так далее, и так далее. И по итогу, конечно, то, что вижу я, все-таки это жила недвижимость, она была, есть и будет, да, то есть несмотря на то, что там есть кризис, нет кризиса, но люди не живую недвижимость покупают, но здесь всегда нужно, конечно, исходить из некой здравой логики, не переплачивать, не входить в какой-то люксовый сегмент недвижимости, поэтому мое личное мнение и оценка это, конечно, ритейл с основным упором на сегмент дроггери, продуктовые магазины и аптеки-банки, либо, конечно же, это офисная недвижимость, но, опять же, маленькими кусочками с большим количеством арендаторов, да, то есть и чем больше этих арендаторов, тем меньше риск того, что вы недополучите какой-то большой объем арендных плат платежей. Окей, дорогие друзья, Александр Тонко, компания Future Real Estate Century 21, напоследок просто статистика, которая последняя была опубликована, за четвертый квартал данных пока нет, в годовом исчислении цены на жилье, потому что по коммерческой недвижимости, понятно, средние цены при водителя довольно нелепо, плюс 3,3% за год, ноябрь 2020, вне, третий квартал 2020 против третьего квартала 2019. В сегменте новостроек плюс 5%, 5,5%, в сегменте вторичного жилья чуть меньше 3%. Саш, спасибо тебе огромное, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Мы, как я уже сказал, завтра опубликуем материал по итогам, если кто-то вдруг не успел от начала до конца посмотреть. Контакты компании Future Real Estate Century 21 перед вами. Много предложений, мы далеко не все смогли осветить сегодня, но действительно эти сегменты есть самые разные, и я думаю, что если у вас есть какое-то уже точное решение, тогда обращайтесь к точным. Если нет, я думаю, что вы по результатам сегодняшнего вебинара убедились в том, что здесь и дискуссия вполне может привести к какому-то решению. Саш, спасибо тебе огромное. Мы надеемся в 2021-м в Среднем Шевцловении. Не болейте. Пока-пока. Удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok